Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте для начала проверим связь. Как хорошо меня слышно и видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо, спасибо. Ну что ж, коллеги, мы сегодня начинаем с вами очередную неделю в Директ-Академии и начинаем с вебинара Натальи Логачевой, посвященной работе с диссертацией. Как всегда, пока вы здесь собираетесь, еще не все собрались, я хотел бы прокомментировать те ссылки, которые я разместил в самом начале чата. Первая наша ссылка ведет на страницу расписания Директ-Академии. Это главная страница нашего сайта. И на ней вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, предстоящие до конца учебного года. Напоминаю, что Директ-Академия проводит вебинары каждый рабочий день. По возможности в 12 часов. Есть некоторые отклонения, но, как правило, мы проводим в 12 часов по московскому времени вебинар каждый рабочий день. Поэтому вы можете заранее зарегистрироваться, чтобы потом не делать это в авральном порядке. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись и где она будет размещена. Размещена запись. Записи всех вебинаров ведутся, и они потом бывают доступны в открытом режиме на нашем видеоканале в YouTube. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube, на который я вам рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе того, что там происходит. А там уже располагается почти 350 записей прошедших вебинаров Директ-Академии. Это какое-то неимоверное число. Мне самому страшно, когда я смотрю на количество вебинаров записанных и проведенных нами уже. Третья ссылка ведет на ссылку курсов Директ-Академии. И она предназначена тем, кто хочет учиться онлайн у нас в Директ-Академии уже так по-серьезному, с домашними заданиями, с сопровождением преподавателя и так далее. И в связи с этим я хотел бы еще, одну минутку, еще вам порекомендовать не просто страницу курсов, а конкретный курс нашего сегодняшнего спикера Натальи Логачевой. Вот сейчас я его приведу в чате, уже не в начале чата, а в конце чата он будет. Вот курс этот мы, видимо, уже точно будем запускать. Видимо, точно, да, плохое сочетание. Но я надеюсь, что мы его запустим где-то в начале ноября. Это мои такие прикидки. Уже собралось некоторое количество народов, которые хотят принять участие в этом курсе. Поэтому, если кто-то сомневается, вот самое время принять решение и оповестить нас об этом прямо на лендинге этого курса. Вот по этой ссылке вы можете обнаружить кнопку с запросом на договор и таким образом известить нас о своем желании. Ну и последняя кнопка в самом начале нашего чата ведет на страницу, где вы сможете после окончания вебинара приобрести сертификат об участии в сегодняшнем вебинаре. Ну и я хотел бы дать вам проанонсировать несколько вебинаров, которые состоятся на этой неделе. Как всегда, три вебинара я анонсирую. Что это за вебинары? 16 октября завтра состоится мой вебинар. И этим вебинаром начинается мой большой трек, который посвящен электронному учебному контенту. И этим же вебинаром начинается такой мини-трек из трех вебинаров, посвященный бесплатным инструментам для разработки учебного контента. Вот 16 числа в 12 часов завтра будет первая часть, которая называется «Пупури бесплатных инструментов для разработки учебного контента. Текст, графика, звук, сборка контента». Трек продолжится в пятницу, но об этом я позже скажу. Сегодня не буду анонсировать часть вторую. В среду, 17 числа, наша постоянная ведущая Марина Орешко, ее вебинар, который называется «Интересные онлайн-сервисы для цифрового стори-теллинга». Напоминаю, что Марина ведет свои вебинары в 15 часов по московскому времени. Не в 12, а в 15. Это связано с ее преподавательским расписанием. К сожалению, не смогли мы на 12 никак это расписание поставить. Ну и 18 числа, в четверг, Наталья Башкова, это редактор, наш редактор, редактор компании «Директ Медиа», проведет вебинар «Новые возможности Библиошколы». Вот, я всех зову вас на этот вебинар про Библиошколу, про наш проект. Мы еще в этом году не рассказывали в широкой аудитории. Ну что ж, перед тем, как передать слово Наталье, я хотел бы всех предупредить. У Натальи сегодня не очень хорошая связь с интернетом, поэтому, скорее всего, мы будем вещать в таком режиме. Наталья включит только голос, а камеру включать не будет, потому что, чтобы не было слишком сильных задержек. И если голос будет слегка прерываться, ну, пожалуйста, потерпите. Если будут совсем большие проблемы, ну, тогда будем думать, что делать уже по ходу вебинара. Возможно, тогда его перенесем, если в течение 15 минут нам не удастся нормальную связь установить, тогда перенесем. А если будет все-таки терпимо, то тогда проведем его вот в таком режиме. Ну что ж, Наталья, я зову вас на связь, давайте попробуем начать наш вебинар. Добрый день, друзья. Подскажите, как у нас со звуком хотя бы, если у нас сегодня с видео как-то не складывается. Дайте мне, пожалуйста, знать. Слышно. Хорошо. Павел Юрьевич, я тогда даже не пробую пока включать видео, так говорю, да? Как сделаем? Спасибо. Друзья, я сразу прошу прощения за вот эту техническую особенность сегодняшнего вещания. Непонятно, в связи с чем она возникла. Видимо, просто какие-то сбои у оператора, предоставляющего связь. Но я надеюсь, что это не станет препятствием для нашего плодотворного общения. Тем более, у нас сегодня встреча очень полезная не только для аспирантов, но и вообще для всех, кто занимается научной деятельностью. Мы поговорим о публикациях и о том. Я, конечно, сделаю акцент в большей степени на тех, кто готовит диссертацию. Но, тем не менее, какие-то моменты и важные особенности могут подчеркнуть для себя и все остальные участники. Очень кратко, в прошлый раз мы с вами уже знакомились. Я защитила диссертацию кандидатскую в 2005 году, в 2013 докторскую диссертацию. И уже какое-то время, пару-тройку лет, рассказывала о том, как готовить, как работать с научными текстами. Поэтому предлагаю вот такую встречу для вас. Что касается сегодняшнего вебинара, я хотела бы с вами рассмотреть вот эти пять важных моментов. Поговорить о видах, в принципе, какие научные публикации бывают. Задаться очень... Слышно без проблем. Можно попробовать видео. Павел Юрьевич, вы мне дадите отмашку на видео или не будем экспериментировать? Вот не надо. Значит, затем мы посмотрим ответ на самый главный вопрос подготовительного этапа. Зачем вообще вам нужна публикация? Поразбираемся с тем, что такое правильные публикации и определим, как не попасть в неприятную ситуацию, если вы неправильно выбираете издателя. И, собственно говоря, поговорим о тех этапах подготовки, которые можно... Мы поговорим вообще обо всех, но в большей степени я буду говорить не об их сути, а о том, как оптимизировать, какие моменты можно где-то упростить, не снижая при этом качество подготовки статьи. Итак, я понимаю, что большинство, наверное, кто собирается в компании с Директ Академии, уже продвинутые исследователи, но, тем не менее, я позволю себе назвать виды научных публикаций для того, чтобы мы с вами изначально поняли, о чем сегодня будет идти разговор. Итак, если говорить о разновидностях публикаций по их, скажем так, длине, бывают короткие и длинные публикации, то на слайде понятно, что есть публикации «Монография, припринт, научная статья, тезисы доклада». Сейчас, опять же, не претендую на полную классификацию. Я обозначу то, что принципиально важно знать для тех, кто готовит диссертации и вообще работает с научными текстами для их публикации. Итак, самый простой вариант коротких научных публикаций – это тезисы доклада. Мало того, что это очень короткий, маленький объем, это буквально до трех страниц. Опять же, все объемы, которые я сегодня буду произносить, это не означает, что это какой-то регламент, это устоявшийся такой параметр, который просто практикой, что называется, сложился. В основном это даже не связанный текст, а это именно тезисное перечисление, то есть перечисление главных мыслей, и поэтому, в общем, это такая публикация в большей степени для начинающих авторов или для авторов, которые участвуют в каком-то научном мероприятии, где это есть обязательный элемент вашего участия. С точки зрения вот именно такого формата подготовки публикации и учета его в рамках диссертационных публикаций я бы не советовала или, по крайней мере, очень ограничила этот вид публикаций. Второе – это у нас статья. Понятно, что статья – это чаще всего публикация, связанная с результатами исследования, то есть когда мы что-то с вами изучили и хотим поделиться с общественностью этой информации, статья имеет больший объем, соответственно, этот научный труд более содержательный, это научный труд, который требует больше времени на подготовку, и статьи сейчас публикуются не только в журналах, но и в материалах конференции, потому что большинство организаторов именно так называют те публикации, которые приходят от участников. Очевидно, что чем крупнее статья, тем вероятнее, что она будет размещаться именно в научном журнале и в журнале, который регламентирует такой объем статей. То есть если журнал запрашивает статью 5 страниц, не нужно туда писать большую статью. То есть мы ориентируемся на то место, куда мы отправляем статью. Третий вид публикации называется «припринт». Это такой вид публикации, не каждый с ним встречается, припринты распространены в основном в системе Российской Академии Наук, не случайно имеет такое название. Это как бы публикация перед большой публикацией. То есть на самом деле это вот такая брошюрка, не очень большим объемом, но объемом больше, чем статья, безусловно. И цель этой брошюрки состоит в том, чтобы с одной стороны показать результаты исследования, с другой стороны уточниться, а может быть будут какие-то пожелания, комментарии со стороны коллег, которые можно будет учесть уже при публиковании труда большего размера. То есть это такой промежуточный труд. И с точки зрения, опять же, если говорим о публикациях для аспиранта, докторанта, то если нет необходимости прямо публиковать припринт, ну, например, на работе у вас, вы работаете в этой системе, и вам необходимы такие публикации, то не стоит этого делать, потому что это отвлекает ваше время на ненужный, потому что ВАГ не требует такие объемы публикаций, на вот этот вид публикации. Что касается монографии, то для аспиранта, по большому счету, это вообще не актуальный научный труд, потому что он, опять же, не требуется. И если мы говорим об оптимизации пути, то, конечно, не нужно замахиваться на то, что от вас и не ожидают. Если же это докторская диссертация, то, опять же, ВАГ не регламентирует такую необходимость, но по сложившейся традиции докторант должен иметь монографию. Вот здесь указан объем в печатных листах, вот пяти печатных листов, и кто знает, переводит и думает, что же такое, это там чуть больше ста страниц, да. На самом деле, опять же, вот норматива прям жесткого не существует. От пяти печатных листов – это если вы публикуете просто результаты своего научного исследования. Если же вы хотите, чтобы ваша монография учитывалась и была весомой среди ваших публикаций как автора докторской диссертации, то, конечно, я рекомендую не менее десяти печатных листов. Во-первых. Во-вторых, чтобы эту монографию вы как бы затачивали, да, простите за сленг, под конкретный диссертационный совет. Почему? Потому что диссертационные советы могут вообще говорить, что не менее 15, например, печатных листов. Другие диссертационные советы ограничивают издательством, говорят, что это должно быть только московское, например, издательство. Третьи говорят, что это должно быть ведущее издательство, да, то есть для того, чтобы вы не сделали пустую работу, монография – это огромный труд, безусловно, нужно вот эти технические вопросы уточнить, чтобы эта работа была сделана не для галочки, а она помогла вам в продвижении к результату. Вот вопрос второй, зачем нам нужны публикации, да, он в основном упускается из вида. Ну, как бы, а что, нужно опубликоваться, и все, как бы, зачем, ради того, чтобы опубликоваться. Ну, не совсем так, безусловно, и поэтому я сейчас вам просто покажу реально, насколько ответ на этот вопрос влияет на многие факторы, которые потом можно учесть или можно как-то сэкономить на чем-то, да, во время подготовки публикации. Итак, опять же, вот наиболее частые причины, по которым мы готовим публикации – это зафиксировать авторство, то есть это ситуация, когда у вас есть научный результат, вы уже провели исследование, и вам есть о чем сказать, и вы хотите поделиться им с научной общественностью. Вторая причина – это если вы пишете диссертацию, безусловно, есть требования по количеству публикаций, и вам, по сути, их нужно набрать. Вам, может быть, и нет еще таких результатов, у вас, может быть, еще пока не такая погруженность в тему, но вам в любом случае нужно нарабатывать объем, потому что он одномоментно не получается. Третья причина – безусловно, любую публикацию стоит рассматривать как текст, который вы потом возьмете в диссертацию, потому что, безусловно, вы пишете по теме диссертации, поэтому вот эта включенность в работу, она очень помогает продвигаться, потому что вроде бы вы еще диссертацию и не писали, у вас есть несколько публикаций, но на самом деле текстовка у вас уже как бы не нулевая, если вы будете использовать эти статьи. Кроме того, сейчас для нас становится актуально повышение публикационной активности и, в частности, показатели цитируемости. Сразу оговорюсь, что для целей защиты диссертации эта причина не очень актуальна, то есть у вас не будут запрашивать индекс Хирша, например, ваш, или не будут там вот какую-то учитывать параметры журналов, но опять же оговорюсь пока, да, то есть скорее всего мы идем к тому, что эти параметры тоже будут важны просто по определению. Ну и традиционный, никуда от этого не деться, традиционный бывает причина, когда публикация нужна не только для диссертации, но и для отчета по своей работе в рамках научной деятельности. Поэтому и то, и другое, и третье, оно все актуально. Давайте буквально коротенький вопрос задам. Какие, вот какова причина ваших публикаций обычно, вот сейчас, в текущий момент времени, когда вы готовите публикации, какой из этих причин вы чаще всего озадачены? Что, для чего вам нужны, потому что мы сейчас каждую причину рассмотрим, что она вам дает, в чем она вас ограничивает, или какие она дает вам наоборот возможности. В чат поставьте, пожалуйста, просто циферку. Вот слайд у нас на экране, и вот для кого что. Для повышения цитируемости. Публикации набираем. Вот, отлично, смотрите, у нас появляются участники, которые несколько причин сразу же называют. Это здорово, посмотрите, насколько разные у нас причины, но в целом они очень мало. Единичек, я вижу, да. На самом деле, друзья, если мы с вами говорим о подготовке диссертации, то зафиксировать авторство – это, по сути, вообще одна из самых главных причин, для чего нужно сделать публикацию. Чтобы, если вдруг случилась ситуация, сейчас же мы находимся в ситуации почти полной прозрачности, когда ваша работа будет находиться у всех на виду какое-то время, и для того, чтобы избежать проблем, связанных с тем, что у вас кто-то взял кусок, опубликовал и так далее, конечно, нужно фиксировать. Не надо бояться публиковать свою новизну, это, наоборот, очень важно. Вот замечательно, что у нас есть понимание того, что надо бы какой-то микс из этих причин составлять для себя, чтобы эта публикация была еще более эффективна. Она не только работала на диссертацию, но и на результаты нашей профессиональной деятельности, научной и так далее. Давайте посмотрим, в чем здесь особенность, на что эта причина, на что она будет влиять. Итак, если мы фиксируем авторство, сразу хочу сказать, что, напоминаю, прошлый наш разговор мы с вами чуть-чуть совсем касались вопроса о публикациях, и говорили, что ВАГ требует публикации в своих журналах, в журналах из перечня ВАГ. Так вот, если вы уже имеете результат, у вас уже сформулирована новизна, и вы ее готовы предоставить общественности, то первое, на что нам стоит обратить внимание, это именно журналы из перечня ВАГ. Почему? Потому что вы и фиксируете авторство, и соответствуете требованиям, которые предъявляются к аспирантам, декторантам одновременно. Второй момент, если вы по каким-то причинам не готовы, например, пока публиковаться в журнале ВАГ, или наоборот, у вас уже вообще настолько классная новизна, что вам ее хочется как-то особенным образом презентовать, то можно выбрать другую категорию журналов. Я их так назвала серьезные журналы, это журналы, которые попадают в российский индекс с одной стороны, или в ядро ринз с другой стороны. Чуть-чуть позже на несколько слайдов я покажу, как они соотносятся друг с другом, и почему это более серьезный уровень. Поэтому вот на такие журналы, мы сейчас прямо будем рассматривать, как отбирать журналы, что о нем нужно посмотреть, и я вам покажу на нужном слайде, где вот эти характеристики можно увидеть. То есть здесь мы выбираем журналы более солидные с одной стороны, и с другой стороны те, которые ВАГ хотел бы от нас увидеть. Если мы занимаемся набором объема публикаций, напомню, что нам не только ВАГовские публикации нужны, нам нужны еще публикации, которые не обязательно в перечне, это и в материалах конференции, просто в научных журналах, или может быть в сборниках статей и так далее. Поэтому мы должны с одной стороны учитывать те требования, которые предъявляет ВАГ, плюс, если вы знаете диссертационный совет, в котором вы собираетесь защищаться, в обязательном порядке посмотрите диссертации, которые там были защищены, и что там с публикациями у авторов. То есть, возможно, эти публикации сделаны не потому, что так автор решил, а потому, что он просто больше вас уже был осведомлен и учел те требования диссертационного совета негласные, естественно, которые, тем не менее, существуют. Здесь мы, во-первых, с вами должны задуматься вопросом о разнообразии, то есть все-таки стараться и там, и там, везде опубликоваться, и с точки зрения вида, то есть где мы публикуемся, и с точки зрения географии. То есть я вам все-таки не советую публиковаться, например, в одном журнале более двух раз. Иногда открываешь диссертацию, а там четыре публикации в одном журнале. Это не очень смотрится солидно, все-таки лучше разнообразие иметь, в том числе и географическое. Что касается цели включить этот текст в диссертацию, то тут понятно, что у нас задача не в том, куда мы опубликуем этот материал, а как сделать так, чтобы этот материал, эту проработку уже использовать для диссертации. Когда я начинаю говорить о том, что используйте статьи, свои статьи в диссертациях, многие думают, что я подразумеваю, что вот прям вот взять этот текст и вставить в диссертацию. Нет, безусловно, друзья, мы не можем себе позволить прямое включение, ну, по разным причинам. Первая причина, что у нас структурно не соответствует статья и диссертация. В статье есть введение, список литературы, заключительные мысли. А если это будет кусок текста в диссертации, понятно, что вот эти вот компоненты статьи мы должны будем убрать, поэтому здесь прямого включения быть не может. Второй момент, естественно, если вы возьмете большой кусок даже своего текста и включите его в диссертацию, здесь могут возникнуть проблемы при проверке на оригинальность работы. Но я сейчас на этом останавливаться не буду, я только вот как бы прокомментировала, что это важно, потому что у нас с вами будет специальная встреча, которая будет посвящена вопросам плагиата, да, и там мы будем учитывать, рассказывать, рассматривать эти вещи, и я там проговорю обязательно, как вот этих моментов избежать. Четвертая цель, очень классная, очень амбициозная цель, про цитируемость и вообще, возможно, можно ее обозначить как научный статус, да. Сразу хочу сказать, что эта цель не для всех интересна. По разным причинам, сейчас не будем на этом останавливаться, но если эта цель ваша, то здесь, безусловно, мы должны совершенно с другой точки зрения посмотреть на свою статью, а где моя статья станет доступной для цитирования. Вот какой вопрос здесь нас будет занимать больше всего. Естественно, читают, мы понимаем, что все журналы перечитать невозможно, читаются в основном журналы продвинутые, с высоким рейтингом, и поэтому выбираем именно журналы из такой категории. Сегодня я покажу, опять же, отбор и посмотрим, про импакт-фактор тоже скажу. Второе, где найти такие журналы, это нужно искать журналы, в которых читатель вообще может искать статью с вашим содержанием. У меня есть программа, где я консультирую людей, которые пишут диссертации, и вот буквально недавно, по-моему, на той неделе у нас была встреча, мы как раз искали журнал для того, чтобы опубликовать статью по тематике о высокоскоростных магистралях. То есть мы должны были найти такой журнал, в котором эту статью вообще заметят, ее прочитают. Поэтому вот здесь нужно мониторить журналы именно по теме, а не просто по их рейтингу, потому что это журнал, может быть, не очень большого рейтинга, но там ваши тематические статьи, поэтому там ее быстрее заметят. Ну и, конечно, доступность статьи, если вы рассматриваете возможность публикации в журнале, посмотрите, не поленитесь, зайдите на e-library и взгляните, есть ли там эти статьи в полнотекстовом доступе. Если их там нет, если они закрыты от просмотра, сразу становится понятно, что вашу статью прочитать в электронном виде будет достаточно сложно. Это надо, чтобы кто-то пошел в библиотеку, нашел журнал, там увидел вашу статью и так далее. Поэтому вот если мы говорим о цитируемости, то у нас вообще на другой акцент при подготовке статьи. Поэтому, когда люди говорят, а вот там у меня классное исследование, а меня не цитируют, потому что вот эти вещи не были учтены, а не потому что у вас нехорошее исследование, абсолютно не по этому. Ну и, пятое, мы с вами говорили, что уж если у нас по работе тоже требуют какие-то публикации, было бы здорово учесть одновременно несколько вот этих целей, и поэтому посмотреть вообще какие требования у вас, что вам выгодно опубликовать, да, и какие у вас есть возможности. В некоторых вузах уже принята система баллов, что за те-то публикации столько-то баллов, за другие столько-то, поэтому, естественно, вы вынуждены на эти требования ориентироваться, но одновременно с этим некоторые вузы предоставляют расширенные возможности для своих сотрудников, например, компенсацию за публикацию статей. Это может быть 50 на 50 или полная оплата публикации в статье, то есть, естественно, вы их учитываете. Если вам, в принципе, для диссертации не очень-то нужна статья в скопус, но работодатель вам предоставляет такую возможность, почему нет? Конечно, пишем. Конечно, тогда комбинируем эти задачи и используем, в том числе, для усиления уровня своих публикаций. Что касается правильной публикации и неправильной, я позволила себе использовать этот термин, понимая под ним следующее, что правильная публикация – это та публикация, которая вас продвигает к защите. Вот если она для галочки сделана, она неправильная. Вот в прошлую нашу встречу, в презентации у меня был вот этот слайд, и я всего лишь обозначила направление относительно того, что за публикация может считаться правильной. То есть, во-первых, она и требованиям должна соответствовать, и место правильное мы должны выбрать, и, естественно, она должна помогать нам погружению в работу. Давайте чуть подробнее поговорим о правильности этих публикаций. Ну, во-первых, где мы должны публиковаться? Вот сейчас я очень важную деталь расскажу, и я вот не присоединила этот файлик, к сожалению, но, может быть, пока я останусь после окончания вебинара в комнате и добавлю в общедоступные ресурсы. Смотрите, когда мы с вами выбираем, где нам опубликовать статью, ну, подчеркиваю, что сейчас речь идет именно о публикациях для аспирантов и докторантов. Мы, естественно, с вами ориентируемся на требования ВАГ, и прямо специально написала пожелание диссертационных советов, потому что требования диссертационных советов существуют в тех советах, которые присуждают ученую степень самостоятельно. Если этот диссертационный совет как бы находится под регламентирующим действием ВАГ, то у этих советов есть такие негласные пожелания, но мы их должны учитывать. Тогда мы ориентируемся на журналы из перечня ВАГ, во-первых, не забываем, что он очень часто меняется, этот перечень, что проверять его нужно, просматривать периодически, и, естественно, смотреть, ваша публикация там или она уже не там. Но вот второй момент очень важный. Значит, оказывается, ну, не оказывается, просто не все это знают, в положении о присуждении ученых степеней не написано, что там только публикации в журналах из перечня ВАГ. Там написано в рецензируемых журналах, списки которых размещаются на сайте ВАГ. Так вот, на сайте ВАГ также размещается перечень журналов, которые индексируются в международных базах данных и системах цитирования. Этих баз данных и систем цитирования сначала было определено 10. Я вам даже вот скрин документа представляю, что еще в 15-м году ВАГ определил те базы цитирования, которым он доверяет, считает, что это качественные публикации там размещаются, и поэтому здесь, правда, не четко, поэтому я вынесла на отдельный слайд, и вот эти базы все вам перечислила. Но, но, несмотря на то, что они такое решение принимали, сейчас две базы не входят в этот перечень. Поэтому, пожалуйста, внимательно, если ваш журнал, в который вы собираетесь направить публикацию, относится к этим базам, значит, это не будет учтено ВАГом как рецензируемое издание. Ну и вот третий момент, он тоже такой нетрадиционный, не все об этом знают, не все об этом говорят. Для диссертационных советов существуют так называемые свои журналы. Опять же, посмотрите на диссертации тех людей, которые уже... Алло, алло, пожалуйста, подскажите мне, есть звук или нет? Слышно, да? Все, тогда я продолжаю. Благодарю за подсказку. То есть, смотрите, что значит свои журналы. Но иногда ВУЗ, в котором создан диссертационный совет, просто имеет свои журналы, ваковские в том числе, и они, естественно, хотят, чтобы там публикации были разные и могут рекомендовать вам там опубликоваться. Сейчас, секунду, Ирина Викторовна, я вижу, что вы мне написали какой-то комментарий, я сейчас договорю и вернусь к чату. То есть, возможно, это вот эти журналы. Кроме того, в диссертационных советах, которые вообще имеют право сами присуждать ученые степени, существуют, а во многих будет существовать, они формируются, так называемые белые списки. То есть, это списки, публикации, из которых этот совет будет считать достойными. И поэтому, естественно, всем известно, кому не известно, озвучиваю ситуацию с высшей школой экономики. У них существует для работников этого учебного заведения определенный регламент, где они могут публиковаться, где не могут. И поэтому вот такие списки, возможно, есть и для вашего диссертационного совета. Поэтому просто уточняйте этот момент, чтобы ваши публикации, что называется, были правильными. Как учитывается публикация ВАГ по смежным специальностям? Например, политическая психология будет ли зашла публикация? Смотрите, секундочку, я поднимусь. Ирина Викторовна, вопрос замечательный. Значит, вообще журналы не могут быть ВАГовскими по всем специальностям. То есть, вот это такая ошибка, на которую многие вообще не обращают внимания. То есть, вам нужно посмотреть. Ваш журнал, в который вы подали статью, я сейчас на вскидку не могу, естественно, сказать про конкретный журнал. Если этот журнал является ВАГовским по специальности, то эта статья будет зачтена. Если у вас смежная специальность, вам, конечно, нужно определиться, как вам правильно быть. То есть, публиковаться и там, и там в требуемом количестве, или вам сделать пополам, например, да, указана группа специальностей. Да, Татьяна Ивановна, вы абсолютно правы. Поэтому, когда мы с вами смотрим на журнал ВАГ, вот я говорю, проверяйте, пожалуйста. Надо не просто проверить наличие этого журнала в перечне, а по вашей ли он специальности в перечне ВАГ. Вот это ключевой момент. Далее, когда мы говорим про правильную публикацию, что подразумевается, что нужно учесть, чтобы она таковой стала? То есть, во-первых, надежный журнал, это означает, что мы его проверяем со всех сторон. Мы его не просто в перечне ВАГ смотрим, мы его смотрим и на сайте, мы его проверяем и по e-library, вообще смотрим его историю. Может быть, журнал был в перечне ВАГа на сайте, написано, что он ВАГовский. То есть, вот здесь бдительность максимальную проявляйте, потому что мы же публикуемся не на день, не на два. Нам надо, чтобы журнал сохранил свой статус надолго. Поэтому вот здесь оптимизация нежелательна. Второй момент, это, конечно, содержание самой статьи. Старайтесь сделать так, чтобы ваша статья, что значит работала на диссертацию, продвигала вас в понимании вашей темы. Вы, например, пишете там, ну, я не знаю, сейчас читаете литературу, изучаете по какому-то пункту. Так вот, мы прочитали, изучили эту литературу и на основании проделанной работы, соответственно, можем готовить диссертацию, статью, прошу прощения. То есть, мы что делаем? Мы, с одной стороны, погрузились в литературу, мы с ней поработали. Во-вторых, мы погрузились в тему. В-третьих, мы еще и публикацию сделали. То есть, мы трех зайцев убили одним действием. Поэтому, конечно, здесь вот этот момент тоже важен. Разнообразие публикаций уже говорили по виду и по географии, и по тому, где они опубликованы, журнал, материалы, конференции и так далее. По количеству. Я, конечно, сейчас напомню количество требуемых публикаций. Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то забыл. Но я хочу сказать, что здесь очень важно не перебрать. Безусловно, должен быть запас. Безусловно, это количество должно превышать тот минимальный порог, который заявляет ВАГ. Но не надо увлекаться публикациями, как бы при этом теряя время и возможность работы над самим текстом диссертации. Поэтому оптимальность количества означает, что мы требования выполняем, но не занимаемся одними сплошными публикациями. Ну и помним обязательно, что статьи, когда вы написали статью и использовали определенный список литературы для работы над этим материалом, в обязательном порядке мы этот список литературы переносим в список литературы, который у нас есть в диссертации. Мы потом посмотрим, будем мы ее использовать, не будем, будем мы ссылаться, не будем. Но мы формируем какой-то файлик или папочку, где у нас складируются вот эти списки литературы со статей. Что касается количества, обещала напомнить, слайды вам представляю. По докторской количеству достаточно значительный, трудно такой объем сделать. И по кандидатской. Напоминаю еще раз, что цифры, которые представлены на этих двух слайдах, относятся к категории только публикаций в рецензируемых журналах. Количество публикаций в материалах конференции в простых журналах не регламентирует ВАК. На ваше усмотрение, но традиционно говорят, что называется, допустим, у вас три статьи ВАКовские просят, с запасом надо пять. Плюс еще пять, например, статей из нерецензируемых источников, поэтому у вас получится где-то десять. Хотя, опять же, есть диссертационные советы, которые могут сказать докторанту, что если у вас не будет там 80, 100 или сколько-то публикаций, мы даже с вами разговаривать не будем. Такое тоже есть, это реальность, вы должны быть к этому готовы. Очень-очень важный вопрос. Так, магистрские диссертации, защита их, сколько статей ВАКов, какие статьи. Анталья Николаевна, это все зависит от того, где вы защищаетесь. Регламента такого жесткого нет, этот регламент устанавливается конкретным вузом. ВАК это или не ВАК статьи, сколько их нужно, таких статей и так далее. Тут, естественно, вот смотрите, в магистратуре уточните эти требования и по ним ориентируйтесь. Будет ли защитная публикация, если перестал ходить в список ВАК, или она будет читаться, обычная публикация в рецензируемом журнале. Если ваша публикация, мы в прошлый раз об этом говорили, я еще раз прокомментирую, спасибо за вопрос, он очень важный. Смотрите, Татьяна Николаевна, если вы опубликовались в журнале, который является в этот момент ВАКовским, даже если он потеряет этот статус в будущем, ваша публикация будет в АКовской считаться. Но это я вам сейчас говорю на текущий момент, на текущий момент, потому что смотрите, что было сделано в РИНС. То же самое в РИНС находились, значит, там конференции, журналы и так далее. Их взяли и оттуда удалили, то есть они перестали как бы там находиться, да, все. И уже у многих очень исследователей пострадал показатель цитируемости, потому что их как будто бы изъяли просто, они перестали иметь этот статус. То есть вот у нас есть прецедент, когда и так можно, как бы, да, поэтому с ВАКовскими статьями сейчас ситуация такая, что если вы опубликовались в ВАКовском, он ВАКовский. Так, смежная специальность защитена не будет, надо было журнал, я делаю. У вас может так не получиться, что журнал и по той, и по другой специальности одновременно ВАКовский. Нет, здесь у вас достаточно трудная ситуация. Вот если у вас, если вам этот вопрос очень важен, я в конце оставлю свои контакты, прямо пишите мне свою ситуацию, чтобы я вам могла точно и более подробно ответить, чтобы вы, да, давайте вот так, Ирина Викторовна, договоримся, чтобы я вас сейчас не запутала и чтобы мы других слушателей не отвлекали. Значит, что касается выбора места, так, такая чехарда, просто непрерывно заложникам. О, Наталья Николаевна, да, к сожалению, мы в таких условиях сейчас с вами находимся. Это чехарда, она не сейчас началась, она уже давным-давно длится, просто она сейчас как бы усиливается в силу ужесточения, конкретизации требований и так далее. Но, да, к сожалению, в период нестабильности находимся, поэтому вот как заложники, на самом деле здесь это так. Что касается выбора места публикации. Алексей Михайлович, да, наверное, это, наверное, работающий метод. Значит, когда мы выбираем с вами место, что мы должны учитывать для того, чтобы публикация работала на вашу диссертацию. Во-первых, издателя. Кто это? Если вы пытаетесь опубликоваться даже в журнале, я уж не говорю про конференции, про конференции сейчас чуть ниже отдельно скажу. Если вы собираетесь, выбираете журнал, да, внимательно смотрите, кто ее издает. Вы знаете вообще, кто это? Это какой-то вуз или это непонятно какая контора? Это очень важно. Возраст подразумевается, насколько долго существует этот журнал, то есть насколько он уже авторитетный, насколько он серьезный, и можно ли ожидать, что он будет сохранен, да. Статус это понятно, то есть чтобы он не выпал из этих рейтингов. Весомость, это импакт-фактор, сейчас покажу на слайде в следующем или через один, где это можно посмотреть и как ее проверить. Ну и естественно мы должны ориентироваться на требования к статье, насколько мы уже готовы выполнить эти требования. Ну и те особенности, которые иногда случаются и иногда являются препятствием, например, для публикации. Ну одна из таких особенностей, когда вам нужно опубликоваться в соавторстве, например. Когда требуется, что либо это будет рецензия внешняя, либо соавтор, там кандидат или доктор наук. Если, допустим, ваш научный руководитель готов это сделать, замечательно, а если у вас нет научного руководителя и каких-то научных контактов по теме вашего исследования, то это может быть проблемой. Далее, что касается вот тех параметров, которые были указаны, я сейчас их на слайде вам покажу. Значит, что касается журналов, лучше всего воспользоваться сервисом e-library, он для этого очень удобный, когда вы заходите в каталог журналов. Даже если вы не внесли, вот здесь у меня внесено название журнала, даже если вы не внесли никакого названия, вы увидите вот такие ячейки, и, соответственно, вы можете по ним регулировать тот поиск журналов, которые вас интересуют. Web of Science, Копус здесь выбираем. Обращаю внимание, что если вы нажмете здесь вот на стрелочку, там откроется список, внутри которого будут разные варианты характеристики журналов, поэтому внимательно читайте, какие там характеристики указаны. И вот те базы, те особенные показатели, про которых я говорила выше, ядро RINC и база данных самых продвинутых журналов российских, мы видим, что они и количественно ограничены, и они вообще отдельной строкой идут, вы вот здесь галочки можете поставить, и получите перечень этих журналов, чтобы с ними можно было ознакомиться. Ну и самый простой вариант, если вы просто хотите проверить, ваковский это журнал или не ваковский, галочку поставили, и сразу при поиске будет понятно, входит он в перечень или нет. Но все равно по перечню проверяем. У нас перечень ВАКа как живой механизм. Что касается ядра и вот этого продвинутого варианта самых крутых, скажем так, российских журналов, что это означает? Вот у нас есть весь RINC, внутри него есть ядро, то есть то, что разработчики вот этого российского индекса сочли хорошим, качественным. И из этого ядра выбираются тысячи журналов. Пока мы видим, что их не тысяча, я вернусь на предыдущий слайд и покажу вам их точное число, вот они обозначены, их 771 сейчас. И эти журналы, чем они такие особенные? Они размещаются на платформе Web of Science. Обращаю ваше внимание, друзья, чтобы вас никто не ввел в заблуждение. Они не индексируются в Web of Science. Они размещаются на их платформе в отдельную папочку. Не только российские журналы, как вы видите на слайде, еще и другие страны здесь присутствуют. Поэтому это просто папка, которая более, папка с журналами и с публикациями, которая более доступна для всех исследователей, которые на Web of Science ищут какие-то материалы. Вот в чем крутость, так называемая, этих журналов. Когда вы на e-library нашли журнал, который вам интересен, обязательно заходите в карточку журнала, то есть в информацию, в подробную информацию о журнале. И вот где можно посмотреть те критерии, о которых я говорила раньше. Вот он, издатель. Мы видим, что этот журнал издается центром при Российской Академии наук. Но нет вопросов к издателю. То есть понятно, что здесь все нормально, это не о-о-о, уши и хвосты, и, соответственно, здесь доверия больше. Это не факт, что это супер журнал, но доверия больше, то есть один плюсик в критериях мы себе поставили. Издается, например, с 2008 года, то есть журнал имеет хорошую историю, и вот вам, пожалуйста, параметр серьезности, значимости, весомости научного журнала, импакт-фактор, вот он рассчитан. Большой-маленький, достаточно солидный, учитывая, что у нас члены диссертационных советов должны публиковаться в журналах с импакт-фактором выше 0,5, то есть понятно, что здесь журнал приличный. Если мы говорим о вообще мусорных изданиях, да, и вообще, что это за мусорные издания? Такие-то издания, которые существуют для того, чтобы на нас заработать, и они вводят нас в заблуждение различными способами, какими только могут себе придумать. Вот я буквально для сегодняшнего вебинара сделала вот такой вот скриншот, это рассылка, которая поступает в мой почтовый ящик. Не в смысле, что я это читаю, но, то есть я не успеваю отписываться, они по каким-то там опять данным находят меня, и у меня вот подобных писем поступает просто по 20 писем ежедневно. То есть вот это такие издания, которые очень осуществляют масштабную рассылку, ежедневную, агрессивную и так далее. Как от них защититься? Их нужно уметь определить, это то или это не то. Вот многократная рассылка приглашений, это один из таких самых ярких параметров, которые, ну, наверняка вам какие-то солидные журналы с высоким импакт-фактором не шлют на почту приглашения ежедневные с тем, чтобы вы там у них опубликовались, какой бы вы автор ни был. Естественно, у каждого автора есть уже определенный блок журналов, с которыми он сотрудничает, они могут присылать, но и то не каждый день. Второй момент, это практикуются у них публикации по результатам заочных конференций. Друзья, я не случайно сделала три знака восклицательных, потому что РИНС официально заявил, что они будут удалять сборники материалов конференций по результатам заочных конференций. Поэтому не тратьте деньги, время, это все того не стоит. Кроме того, эти издания не осуществляют рецензирование. Точнее говоря, как, они говорят, что они его осуществляют, но на самом деле они этого не делают, потому что это по всем параметрам можно понять. И самый главный параметр, если вы запросите рецензию, а вы как автор имеете право запросить рецензию на вашу статью, то вы ее не получите. Почему? Да ее просто никто не пишет. Кроме того, у этих журналов или у этих сборников материалов конференций обычно очень большой объем. Прямо он может быть сотни страниц иметь. Более того, этот объем изменяется. Он то маленький, то большой, но чаще всего он нарастает, потому что для людей это бизнес, они раскручивают свои издания. Кроме того, если вы получаете такое приглашение или просто заходите на сайт такого издателя, то вы видите, что там требования очень низкие. Ну просто статья там, буквально структура статьи написана, и все, и столько-то страниц. То есть никаких там жесткостей при оформлении таблиц, графиков и так далее, там их просто нет. То есть легкое оформление статьи тоже должно вас напрячь. Еще один момент. Такие издатели берут оплату за публикацию статьи. Чаще всего они это дело берут сразу. Вы вместе со статьей должны. То есть понятно, что сейчас вообще издателям не всем так легко живется. И, например, когда вуз проводит какую-то конференцию, кафедры, например, проводят конференцию, ей взять и издать этот сборник реально сложно. Поэтому она собирает плату, и на эти деньги реально публикуются сборник. Но здесь вот в чем дело. Здесь у вас берут деньги еще до того, как вы показали статью. То есть вы высылаете весь пакет документов, и квитанция об оплате, там она сразу же находится в этом пакете. То есть их не очень-то интересует, что там вообще внутри. Ну и по поводу рецензирования. Я говорила, что они, может, и заявляют о рецензировании, но не делают этого, потому что там быстрый срок публикации. Вы, например, видите, что в материалах конференции у этого издателя публикуется по 50 и больше статей, а то там и 100 и более статей. А срок от приема вашей статьи до принятия решения, грубо говоря, 5 дней. А потом публикация еще за 5 дней. Ну то есть там просто методом прямого копирования эту статью размещают, и все, никакого рецензирования организовать за такой промежуток времени просто невозможно. Я была ученым-секретарем ни одной конференции и российских, и международных, и соответственно вам заявляю, что это невозможно организовать такое быстрое рецензирование. Поэтому вот таких издателей мы с вами избегаем. Друзья, прежде чем к этапам перейти, напишите мне, пожалуйста, в чат, можете поставить плюс и минус, попадали ли вы в такие издания, которые можно отнести вот к этой категории. Сейчас их называют мусорными или хищниками, или еще что-то. Был ли у вас такой опыт? Не было. Замечательно. У кого? Вот, у Татьяны Васильевны был. Один раз, Вера Владимировна, было. Татьяна Николаевна. Вот, друзья, смотрите, наша с вами задача минимизировать эти шансы. Поэтому внимательно, внимательно, вот на эти критерии, о которых я сегодня говорила, на них обращаем внимание. И просто понятно, что иногда бывает соблазн того, что вот я просто заплачу, и через неделю у меня уже будет публикация. Но, опять, если вы просто для отчета научного, для галочки, это одно дело. А когда вы готовите публикации, которые вам нужно будет предъявлять в ВАГ, там, грубо говоря, через год, а то и больше, то, конечно, здесь рисковать не стоит и торопиться вот таким образом не стоит. Что касается этапов. Опять же, сегодня по заявленной теме речь не пойдет о том, как каждый этап проводить. Мы не будем отвечать на вопрос, как их осуществить. Мы будем отвечать на вопрос, вообще, в чем суть этого этапа, и можно ли его сделать более эффективно провести. Что касается этапов, я сейчас их сначала просто вам обозначу, и потом по каждому пробежимся. Значит, понятно, мы выбираем место, изучаем требования, определяем тему. Подготовка самой статьи – это, пожалуй, самый центральный, главный этап. Направляем статью на проверку, если это требуется, и отправляем статью туда, куда мы собрались ее отправить в журнал или в материалы конференции. Давайте прямо пошагово по этим этапам пройдемся и посмотрим, что в них особенного. Значит, когда мы выбираем место для публикации, первое, что мы должны для себя знать и вспоминаем, мы должны ответить для себя на вопрос, зачем мне эта публикация. Если мне эта публикация для просто диссертации, для того, чтобы эти публикации были, возникает вопрос, мне нужен иностранный издатель? Если таких требований нет, то мы вообще в эту сторону даже не смотрим. И тогда мы просто рассматриваем географию внутри нашей страны и рассматриваем материалы конференции, которые доступны на нашей территории. Если вам по требованию диссовета или там еще по каким-то причинам, по вашей специальности, медики, например, нужен иностранный издатель, значит, естественно, мы этим занимаемся. Мы сегодня тоже об этом говорить об иностранных издателях не будем. Если есть желание на эту тему что-то узнать, я в конце покажу группы, которые я веду, присоединяйтесь, у нас скоро будет встреча, бесплатная тоже встреча, где мы будем говорить об этом. Что касается выбора места, где вообще можно искать эту информацию. Естественно, любой уважающий себя вуз информирует своих аспирантов и докторантов о возможности публикации. Понятно, что разные это могут быть места, но тем не менее. Второй момент, это вы сами можете посмотреть на профильных сайтах, на сайтах агрегаторов, где есть информация о конференциях, о куче просто конференций, и поэтому там можно информацию использовать, но есть определенные особенности, я сейчас о них скажу. Третий момент, это если вы с кем-то сотрудничаете, с каким-то журналом, или вы хотите, вы, например, там работаете или защищаетесь в конкретном вузе, и вы хотите вот в другом конкретном вузе опубликоваться в журнале или в материалах конференции, то можно просто пройтись по сайтам этих вузов и, соответственно, найти информацию. Ну и четвертое, никто не отменял опубликоваться по совету, ну, вы, например, спрашиваете у коллег или своего научного руководителя, где бы он посоветовал. Но, опять, друзья, вспоминая нашу с вами предыдущую тему, предыдущую встречу, даже если вам очень компетентный, очень авторитетный человек советует написать статью в каком-то журнале, мы все равно этот журнал проверяем. Человек может не следить в каждодневном режиме, что с этим журналом происходит, а мы сейчас с вами видим прекрасно, и вот говорили об этом, да, что уровень турбулентности просто какой-то невозможный, поэтому проверяем в любом случае. Где проще всего найти информацию о журналах, если мы говорим о быстром поиске? Я вам, конечно, советую e-library, это очень приличный сервис для этой цели, там существует замечательный раздел, который называется каталог журналов, это вот главная страница сайта, и поэтому вы туда в этот каталог зайдете и можете осуществлять поиск. Если же мы говорим о конференции, вот я привожу один из сайтов, я сейчас его не рекламирую, абсолютно это сайт, с которым мы сотрудничали, когда мы проводили конференции, мы туда обязательно размещали информационные письма по нашим конференциям, поэтому я его и называю. Вообще таких сайтов куча, какие-то получше, какие-то похуже, в любом случае, пожалуйста, с этими сайтами очень-очень аккуратно, потому что там, конечно, тоже не все так гладко, как хотелось. Я вам на этом сайте скажу, вот прямо на этом конкретном сайте, две фишки. Первая фишка, когда вы заходите на центральную страницу сайта, там висят объявления, которые помечены, вот видите, здесь я вам делаю, помечены зелененькой ленточкой, а там будут объявления, объявления, помечены красненькой ленточкой, что это значит? Это платные объявления, то есть там будут, возможно, тоже платные публикации, возможно, каких-то там непонятных организаций, которые способны заплатить и поднять свое объявление в ленте, то есть первое, что мы делаем, если вы используете этот ресурс, вы уходите на более далекие страницы. 12-13 страницы, это ровно туда, куда стоит зайти для начала поиска. Второй момент, смотрите, перед вами будет вот такая информация, и сразу, как мы отбираем конференции, сразу смотрим на организатора. Если организатор приличный, ну мы видим, Уральский государственный экономический университет и прям кафедра определенная проводит, ну понятно, что это проводят наши коллеги, вот так же, как мы размещали информационное письмо, они просто разместили информационное письмо. Можно использовать, читайте, внимательно смотрите. Но бывает ситуация, когда вы смотрите на организатора, организаторы вполне себе приличные, факультет того-то, государственный университет того-то и так далее. То есть вот я просто пролистывала при подготовке, да, и вот обнаружила. То есть опять никто не отменяет проверку внутреннего содержания этой информации. Я прошла по этой ссылке, смотрите, что я обнаруживаю. Что это конференция, там куча таких вроде бы стильных организаторов, но я вижу, что форма проведения конференции заочная, и мне прям в скобочках пишут, что оно не отражено в сборнике будет. То есть понятно, да, мы с вами только что говорили, что РИНС не приветствует. То есть сама вот эта формулировка в информационном письме должна вас сразу же напрячь. Ну и кроме того, еще больше меня, например, напрягло, я бы точно эту конференцию не выбрала в список, контактная информация, и я вижу, что здесь вообще другая организация, нет социосфера, которая вообще никакого отношения к этим организаторам не имеет. То есть скорее всего это просто какие-то партнерские отношения, реально все проводит вот эта организация, прикрывается теми организациями. Я сейчас не хочу никого голословно обвинять, может быть это гениальная организация и так далее, но если мы проводим конференцию, я и даю телефон на кафедре, телефон секретаря, например, телефон какого-то сотрудника этого же вуза, тех, кто входит в организаторов. А когда тут такая рассогласованность, она, конечно, вызывает удивление и некоторое напряжение. Что здесь на этом этапе можно оптимизировать? Первое, естественно, определяем сразу же несколько конференций. Если уж вы зашли на этот сайт, посвятите этому какое-то время. Единственное, там конференция, конечно, расположена в большей степени в календарном порядке, поэтому я вам рекомендую набрать конференции на разные сроки. Посмотрите там на 3-4 месяца вперед, вы найдете уже этот материал, сделайте себе такую подборку. Чтобы уже этот этап для следующей статьи не делать, у вас уже будет известно, куда вы будете отдавать публикацию. Второе, когда вы ищите журналы, вот как я вам показала на e-library, естественно, мы ищем их тоже сразу и на будущее. Не ищите один журнал, ищите несколько журналов сразу же, для того, чтобы тоже здесь больше не заниматься этой деятельностью в ближайшее время. Кроме того, заведите себе папочку, в которую вы будете собирать информацию, какие сайты вы сами посмотрите для себя, этот сайт мне нравится, этот сайт мне не нравится, на этом вузе вот здесь, то есть все, 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 все перечни, например, перечни ВАГ, перечни международных баз цитирования, я размещаю их в группе, например, или вы можете посмотреть их на сайте. Вы их туда складываете, потому что некоторые говорят, а зачем мне старый список, а вот как раз проверить этот журнал в то время, когда вы опубликовались, он еще был в этом списке или нет, то есть вот это очень актуально. Когда мы говорим о требованиях к статье, что здесь очень важно? Во-первых, когда вы выбираете журнал, посмотрите, тематика ваша туда подходит или нет, он может по специальности-то быть по вашей, но тематическая сфера быть совсем другой, и тогда в вашем журнале ваша статья окажется незаметной. Второй момент – это, конечно, объем публикаций. Способны, готовы ли вы, настолько владеете ли вы темой, чтобы уже выдать такой объем? Некоторые журналы просят статьи, там, от 15, например, страниц. Это уже большая серьезная статья, и на это внимание нужно тоже сразу обратить. Может быть, вы сразу прекратите дальнейшее изучение требований. Кроме того, конечно, оформление. Есть очень серьезные требования к оформлению, и вы поймете, что на это вы должны будете потратить колоссальное время, и вы просто не готовы сейчас этим заняться. Уровень оригинальности, тоже готовы вы его выполнить, этот уровень или нет. Естественно, сроки, как быстро эти статьи публикуются в журнале, особенно, чем ближе вы к сроку защиты, тем больше вы. Ну, Татьяна Ивановна, это не очень-то средний объем. Многие ваковские журналы сейчас 7-9 страниц принимают, потому что они хотят побольше авторов, побольше статей разных, но у всех разные есть поводы для этого. Еще одно обстоятельство – платно или бесплатно. Вообще, опять же, все, что платно, по большому счету, должно нас немножечко напрягать, потому что по положению публикации аспирантов должны быть бесплатными. Если вам намекают на то, что вы должны оформить подписку на журнал, так это ровно то же самое, что вас попросили заплатить. Ну и дополнительные особенности, способны вы их реализовать или нет, например, внешнюю рецензию, например, соавтор или еще что-то, тут тоже имеем в виду. Что здесь в оптимизации на этом этапе возможно? Во-первых, смотрите, друзья, они почти все намекают, или ждать года два надо. К сожалению, да, Наталья Николаевна, да, но надо искать другие просто журналы. На самом деле есть журналы, которые и денег не берут, и там в течение нескольких месяцев можно опубликоваться, конечно, не в течение двух-трех, да, но тем не менее. Во-первых, друзья, оптимизация очень простая, выбирайте по силам. Если вы видите, что этот журнал с огромными требованиями, огромный объем и так далее, ну просто его не берите, пока не берите. Вы его можете на будущее себе сохранить, но пока не берите. Второе, конечно, всегда имейте запас по срокам, особенно если вы только начинаете разрабатывать свою тему, еще недостаточно погружены в нее и быстро не сможете обработать материал, чтобы вы напрасно не написали статью под этого издателя. Ну и, конечно, экономим, вы же деньги вечером, наверное, не рисуете, хотя, может, хотелось бы нам таким делом заняться, но, к сожалению, не разрешено это нам делать, да, поэтому смотрите, если мы выше с вами говорили о том, что там на докторскую 15 ваковских публикаций, так представьте, если вы за каждую по 10 тысяч заплатите, так это уже какие деньги нужно заплатить. Поэтому, конечно, введем себя разумно в этом смысле и деньги считаем, потому что это тоже оптимизация. Затраты у вас и так очень большие. Что касается, да, да, Татьяна Ивановна, да, один авторский лист, 40 тысяч знаков. Что касается определения темы, друзья, я вас вот опять чуть-чуть задерживаю, вы меня простите, пожалуйста, я вот не укладываюсь немножко, буквально 5-7 минут мне еще дайте. Значит, определение темы. Ну, во-первых, что называется, тема по теме, то есть мы от темы диссертации никуда не уходим. Второй момент. Тема может быть создана как обзорной статьи, как обзор источников. И это такой отдельный вид статей, и поэтому такую статью делать можно. Второй вариант темы – это когда вы при формулировке темы используете тот подзаголовочек, например, параграф из своей диссертации. Но не берем прям слово в слово, а на основе этого пункта чуть-чуть переформулируем. Третий подход к теме – это когда у вас есть новизна, и у вас прям в названии статьи звучит какой-то ее кусочек. Это, конечно, очень классно, но это достаточно сложная затея. Ну, и, конечно, если у вас есть результат исследования, то на основе того, каково это было исследование, и какой результат, тоже можно формулировать название статьи, и оно тоже будет выглядеть ярко. Что касается оптимизации здесь, на этом шаге. Во-первых, мы все время с вами должны возвращаться к диссертации, коль скоро мы публикуемся для продвижения к этой цели. И поэтому нам нужно понимать, а где эта публикация внутри текста будет находиться. Не в смысле, что мы текст туда поставим, а какое место в диссертации у вас уже освещено в публикациях. То есть, чтобы не получилось так, что у вас все публикации только по первой главе, вот о чем я имею в виду, да, то есть, о чем я говорю. То есть, понятно, что мы выстраиваем статьи по структуре диссертации, стараемся охватить этими публикациями весь объем работы, всю работу. Ну, и, конечно, друзья, точно так же, как мы не отправляем статьи, статью одновременно двум издателям, точно так же мы не повторяем темы. Не должно быть ни слова слова, ни сильно близких названий, то есть, вот здесь это очень важно. Центральный этап – это подготовка статьи, когда мы занимаемся самим процессом создания, собственно говоря, статьи. Здесь очень важны некоторые обстоятельства. Во-первых, очень многих напрягает процесс подготовки статей по той простой причине, что вот человек садится к экрану, и у него прям ступор начинается, то есть, он прям текст не может писать. Для того, чтобы этого не случилось, отпустите себя, позвольте себе учесть свои особенности. Если вам нравится писать текст подряд, пишите текст подряд. Начинайте с введения, там, с постановочных моментов, и поехали дальше. Если вы так не умеете писать, пишите кусками, пишите оттуда, откуда знаете. Вот есть, например, результаты исследования, пропишите результаты, потом какие-то вводные вещи, потом заключительные, и ваша статья сложится как пазл. Ну и, естественно, большая проблема возникает тогда, когда мы вынуждены из-за сроков или еще по каким-то обстоятельствам статью писать в очень сжатый момент. И мы ее не успели написать, и сразу начинаем ее редактировать, этот черновик. Это не очень хороший подход, потому что у вас, во-первых, это перенапряжение, во-вторых, вы не видите мест, где можно эту статью усилить. Поэтому черновик написали, оставьте его. Пауза может быть разная, она может быть там час, два, три, да, или, может быть, вы на следующий день или через неделю садите, в зависимости от вашего возможного срока. Но, тем не менее. Что касается оптимизации на этом шаге. Во-первых, подстраиваемся под себя, это я уже сказала. Во-вторых, обязательно оформляем статью сразу. Почему? Чтобы не делать работу дважды. Почему это часто происходит? Мы расписались, у нас подшел поток идей, мы написали статью, у нас получилось с вами 20 страниц. А оказывается, что надо там 12, например. И нам приходится ее резать. Резать статью всегда сложнее. Кроме того, бывает, что вы печатаете 12-м шрифтом, начинаете оформлять под требование, она у вас не помещается, опять режет. Поэтому оформительские вещи мы сразу же делаем для оптимизации. Второй момент, очень важный. Когда вы пишете черновик, чтобы не было вот этого ступора, чтобы не было какого-то вот постоянного напряжения, пишите, как пишется. Можно использовать, что называется, вариант неидеальности, это тоже нормально абсолютно. Ну и, конечно, сразу же формируем список литературы для диссертации, то есть прям копируем литературу из статьи и размещаем список литературы, которые для диссертации. Вы просто можете ее определенным образом пометить, что это литература вот из такой-то статьи. То есть вы набираете список литературы заранее, параллельно с подготовками статей. И обязательно, чтобы не за мыльным глазом смотреть. Ну это-то да, это, конечно, количество знаков, а не количество страниц. Татьяна Ивановна, я с вами полностью согласна. Количество знаков там указывается. Я перевожу это количество в понятный язык страниц. Если нужны количество знаков, это мы рассматриваем. Просто нет возможности это рассмотреть в рамках такого короткого времени, как определяется количество знаков. Не каждый это знает, а там есть несколько методов, поэтому я на это не отвлекаюсь. Пятый этап. Вообще определить для вас, нужен ли он этот этап? Может быть, ваш научный руководитель вообще не считает, что он должен проверять вашу статью. Он считает, что вы самостоятельный сложившийся исследователь. Вы написали, отправили. Второй момент оптимизации. Ну, тут простой этап, поэтому я суть-то его не объясняю. Ваша задача написать, отправить. Но обязательно, когда вы отправляете, вы должны понимать, что ваш научный руководитель не испит и видит, когда вы ему статью пришлете. Поэтому мы обязательно должны написать, когда, к какому моменту нужно подать материал и уточните, через какое время вы позвоните, напишите или еще что-то, через какое время вам ждать проверки. Для оптимизации, опять же, не сидим без дела. В это время пишем или следующую статью, или нарабатываем материал для диссертации. То есть не ждем просто так. Может быть, это достаточно продолжительный промежуток времени будет. Отправка. Казалось бы, этот этап вообще многие за этап не считают. Это неправильно, это очень важный этап. Во-первых, определите, кто будет отправлять. Как вам выгоднее. Вот в этом смысле отправителя определяйте. Если, например, статью отправит доктор наук, это может быть для вас выгоднее, чем отправить, и вы как аспирант, например. Поэтому определитесь, кто это будет. Второй момент. Обязательно пишите сопроводительное письмо. Ни в коем случае нельзя просто прикрепить там журнал такой-то, прикрепили статью и подписались. Нет, нужно написать, кто, что, зачем, почему. Это очень повышает вообще контактность с вами, со стороны издателя. Ну и, конечно же, чтобы не потерять статьи, особенно докторантам. У аспирантов статей, может быть, не так много. Особенно докторантам в обязательном порядке нужно учитывать те статьи, которые вы публикуете. Поэтому вот если вы вот эти все или частично какие-то рекомендации возьмете, вы просто прямо сразу почувствуете, что это на самом деле облегчает ситуацию. На самом деле ваши публикации становятся, вам их делать проще, и, соответственно, они у вас как-то увеличиваются, их количество, вы уже способны их создавать с большим удовольствием, скажем так. Сегодня мы на встрече рассмотрели больше вопросы такого содержательного характера с точки зрения вот так или не так делать, а вот для того, чтобы понять, как именно делать, если вы хотите закрепить эти знания на практике, прямо поискать эти журналы, пописать эту статью под моим руководством, может, познакомиться просто со мной. Видите, какое вещание сегодня. Я сейчас, конечно, в конце включу видео, чтобы мы хотя бы так увиделись напоследок, но тем не менее, да. То есть присоединяйтесь к группам, я там размещу эту информацию. Интенсив бесплатный, поэтому можете просто попробовать, вот то, о чем мы сегодня говорили, попробовать на практике для проверки своих сил. Интенсив будет проходить в ближайшее время, поэтому присоединяйтесь, если вам это актуально. Интенсив онлайн, мы будем писать статью онлайн, то есть приезжать, встречаться где-то не нужно. Ну и, конечно, если тема диссертации, подготовки диссертации для вас актуальна, у вас есть хоть какие-то затруднения, вы не знаете о каких-то вещах, то я вас с удовольствием приглашаю на онлайн-курс, о котором говорил Павел Юрьевич сам в начале. Мы проводим этот курс совместно с Директ Академией, чему я очень рада, и поэтому курс содержит в себе информацию очень подробную, полностью рассмотрим и путь, что вам предстоит пройти от А до Я, рассмотрим все виды деятельности, о которых должен знать аспирант и докторант. Это не только текст диссертации, не только подготовка, публикация, там очень разнообразные виды деятельности, обо всех поговорим, особенности рассмотрим. Тоже говорим обязательно о публикациях и об участиях в конференции, как это сделать так, чтобы эффективно это все было для вас. Рассмотрим шаги, вот сегодня мы пошагово рассматривали про статью, а там мы рассматриваем пошагово по диссертации, и каждый шаг рассматриваем очень детально, как его сделать правильно, как оптимизировать правильно. Вот две темы посвящены отдельно как раз вот этому пошаговому движению, аспиранта и докторанта. Особенности каждого из этих защищающихся мы тоже внутри курса учитываем. Безусловно, целая тема посвящена отдельно автореферату, потому что многие очень поверхностно относятся к этому документу. Это, кстати, не просто научный текст, это документ, поэтому здесь вот такое внимание ему отдано. И более того, мы не останавливаемся над текстом, на тексте. Восьмая тема посвящена тому, как подготовиться к защите. И психологическим моментом, и содержательным моментом, и документальным моментом. То есть вообще, вообще все становится понятным. Павел Юрьевич сделал ссылку на курс. Можете посмотреть, там есть отзывы участников курса. Поэтому, если для вас это актуально, буду рада вас на курсе встретить. Кто задавал вопросы, я вот сказала, что я электронную почту свою оставлю. Пожалуйста, можете свой вопрос мне написать на почту, чтобы я чуть подробнее разобралась в его деталях и вам ответила более полно. Друзья, где печатают по припринту, это вообще как бы печатается в системе РАН, а вообще публикуется в любом издательстве. То есть где вы посчитаете, где вы сможете заплатить за публикацию припринта, потому что в научных организациях, конечно, вы просто его пишете, они публикуют в своем издательстве, это происходит бесплатно. Друзья, я прошу прощения опять за выход за рамки наших временных ограничений. на минуточку и просто с вами попрощаюсь, чтобы вы меня увидели, что я все время была с вами, что это никакая не запись и так далее. Очень жаль, что вот в таком формате сегодня, еще раз прошу прощения, надеюсь, что наша встреча была вам полезной. Пожалуйста, приходите на следующую встречу, которая у нас в рамках нашего цикла вебинаров будет через месяц. Ну и, конечно, большое спасибо вам за внимание. Всего доброго. Уважаемые друзья, ну вот мы, к счастью, справились со всеми неприятностями, которые могли нас преследовать. Здесь обязательно провела курс, все было слышно технически. Так что у нас идеальный шторм нас миновал. Я всех благодарю за участие в сегодняшнем вебинаре. Напоминаю, что я разместил ссылку на страницу выдачи сертификатов. Если они вам нужны по какой-то причине, вы можете их очень занедорого приобрести вот на этой странице. Напоминаю также, что Наталья у нас ведет целый цикл вебинаров. Каждый месяц будет проходить вебинар на эту тему. И давайте я вам дам ссылку на весь цикл, чтобы... Одну минутку... Чтобы вы могли записаться на все вебинары Натальи, которые предстоят в текущем году. Вот на этой странице треков... Не цикл, а трек вебинаров. Прошу прощения, немножко другое понятие. Вот на этой странице вы можете найти все вебинары Натальи и зарегистрироваться на них на весь грядущий год. Ну что ж, а на этом мы с вами завершаем наш вебинар. Я жду вас на всех вебинарах предстоящей недели. Приходите в Директ-Академию, будет интересно. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...